Далее Милиаша родилась. Первые два дня вот она срыкивала очень обильно. Как бы врачи смотрели, говорили, ну, возможно, переедает. Ладно, в общем, отпустили нас домой. Получается, в месяц Милина заболела ковидом. Вот нас увезли в Тагилу, инфекционное отделение. Там все нормально было. Домой приехали, через две недели у меня начались сутрки. Посинела, я очень сильно испугалась. Позавлоскор нас убедил в больничный городок. Там нам поставили диагноз под вопросом дебют-эпилепсии. Далее врачи со званием психотерима Горка в городской больнице Горка. Там у нас посмотрела Чистякова, Ольга Николаевна. Как бы тоже под вопросом. И с врачами поговорила и нас отправили в Екатеринбург. Вот это было. Там нам поставили диагноз энцефалопатия развития эпилептическая. С флексорными спазмами, со скоростью к серийному течению, фокальными тормами приступами. В общем, и вот сделали МРТ. У нас также рафноидальная киста осталась. Но сказали, что она не влияет на эпилепсию, на энцефалопатию. То есть она вот там есть, она никуда не растет, не уменьшатская. Вот. И подбирали препараты. Много госпитализации у нас было. Мы вот 8 месяцев ездили по больницам. В разном хосписе лежали. С приступами Милена потеряла навык глотать. Как бы поперхивалась. Нам поставили костростому. Сейчас она тоже с костростомой. Ну, кушает через ротик. Вот буквально с июня месяца мы встали в бутылочки пить. Вот. И соска начала сосать пальчики, как бы за счет. Вот видите, разгляд. С лучшей.